Значит, iPhone 4s, у жены перестала работать кнопочка Power, верхняя, включение-выключение. Просто даже не вдавливалась. Сам я, в принципе, в эти вещи никогда не лажу. YouTube немножко помог в этом плане. Ну, пересмотрев много роликов, я не нашёл практичного решения вопроса. Все на вот эту мембранку клеят отпавший пиптик такой, есть чёрненький здесь. Вот кнопочка, у нас это уже разобрано всё. Вот тут вот идёт мембраночка такая, она щёлкает. Когда этот пиптик отпадает, а отпадает он не просто так, потому что эта часть, она гнётся постоянно. Но чтобы ты её не приклеил, рано или поздно она отпадёт. Поэтому моё решение, опять же, как человека неопытного, я первый раз в жизни разобрал телефон, приклеить этот пиптик к самой кнопке. Сейчас покажу. Он микронный, его сложно удержать пинцетом или ещё чем-то. Я приклеил его к кнопочке на суперклей. Размешал в баночке, налил на баночку иголочкой, зацепил, капельку поставил и приклеил этот пиптик к самой кнопке. Вот и всё, в принципе, я думаю, это только продлит срок службы всей этой затеи. Поэтому, вот, сейчас тест, ставим кнопочку, вернее, шлейфик ставим, нажимаем кнопочку. Ну, всё чётко. Мне кажется, это решение даже лучше, чем заводское. Ну, с холодным умом, прошу оценивать. Пробуйте. Я думаю, что это прослужит гораздо дольше, чем заводской вариант. Ну, реально, на мембране этот пиптик, мембрана, которая постоянно играет от этого нажатия, рано или поздно, ну, другого варианта не дано, а он отпадёт. Поэтому я приклеил его на кнопку. Будем видеть. Нахуй лайки и прочую херню. Просто решил поделиться таким решением. Сейчас буду обратно всё собирать.